Всем доброго времени суток, дорогие друзья! Вы на канале WarGM, с вами Кирилл Збитнев, и в нашем сегодняшнем выпуске мы собрали для вас множество свежих и интересных новостей об играх и игровой индустрии в целом. Uncharted 4 на ПК, дата выхода Dying Light 2, а также бесплатная раздача Tomb Raider и Among Us. Всё это и многое другое ожидает вас в нашем видео. Поехали! Ну а начнём мы, пожалуй, с чудесных новостей для ПК-бояр, ведь в Sony официально подтвердили выход Uncharted 4 на ПК, хоть и всё ещё не анонсировали данный порт. Судя по всему, в Sony остались довольны результатом ПК-версии Horizon, и соответствующая информация всплыла в свежем отчёте перед инвесторами. Так что предсказания Crazy Leaks сбываются прямо на наших глазах, и вполне вероятно, что уже совсем скоро будут подтверждены и другие ожидаемые ПК-порты эксклюзивов Sony. А пока ждём официальный анонс и дату выхода Uncharted. Помимо этого, буквально на днях прошла долгожданная презентация Dying Light 2, на которой нам наконец сообщили официальную дату релиза, и выйти игра должна уже 7 декабря этого года. А до тех пор вы можете скрасить ожидания, пройдя первую часть игры, которая вышла в новом платиновом издании. Dying Light Platinum Edition включает в себя все вышедшие дополнения и различные косметические наборы, а также прямо сейчас на платиновое издание действует скидка в 75%. Но мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем радовать вас приятными новостями, ведь нам покажут геймплеи, ожидаемые Far Cry 6 даже раньше, чем все ожидали, а именно 28 мая. Ранее предполагалось, что больше информации об игре мы получим уже только на E3, но в Ubisoft решили иначе, а выход игры всё ещё запланирован на осень этого года. А вот что точно будет на E3, так это большая, полуторачасовая презентация от Microsoft и Bethesda, и начнётся данное мероприятие уже 13 июня в 20.00. Нам обещают крупные анонсы, проекты для Xbox и Game Pass, а также многое другое. Среди новинок ожидаются анонсы новой Forza Horizon, загадочной вампирской игры от Arkane Omen, а также будем надеяться, что нам всё же покажут и Starfield. Ну а пока ждём, благо ждать осталось недолго. Ну а для тех, кому нравится постсоветский постапокалипсис, у нас также есть интересные новости. Нет-нет, официальная дата выхода Stalker 2 нам всё ещё, к сожалению, неизвестна. Однако буквально на днях был анонсирован другой интересный проект в данном сеттинге — Pioneer. А вместе с этим нам сразу показали и геймплейный трейлер игры, и выглядит всё это весьма многообещающе, если только не превратиться в очередной долгострой. Разработчики позиционируют жанр своей игры как MMORPG, хотя это очень условно, ведь, судя по показанному, MMORPG скорее только в названии. Ближайшим же аналогом они называют Escape from Tartar. Нам обещают множество мутантов, аномалии, проработанную гибкую систему вооружения, а также фракции, квесты, сюжетную нелинейность и многое-многое другое. И хоть дата релиза на данный момент неизвестна, разработка ведётся как минимум с 2018 года, так что будем надеяться на скорый выход игры. А теперь к другим новостям. Sony по прошествии пяти месяцев всё ещё не торопится возвращать Cyberpunk в PS Store, даже несмотря на то, что разработчики уже выпустили несколько крупных патчей, которые исправили ряд проблем с игрой. Руководство CDPR сообщает, что они всё ещё идут переговоры с Sony, однако платформа-держатель пока не решился вернуть игру в свой магазин. Тем временем у Blizzard сейчас всё тоже не очень гладко, ведь из компании продолжают уходить ведущие специалисты. Ранее, как вы возможно помните, студию покинул Джефф Каплан, руководитель разработки Overwatch, а теперь ушёл и ведущий художник по персонажам Рено Галант. И хоть он не сообщил о причинах своего ухода, лишь поблагодарив коллег за чудесные годы совместной работы, некоторые видят в этом тревожную закономерность, ведь Джефф и Рено далеко не единственные специалисты, что покинули студию с момента анонса Overwatch 2. Но тут нужно учитывать, что подобная текучка кадров в крупных компаниях не является чем-то сверхъестественным. И хоть уход таких специалистов выглядит тревожно, делать какие-либо выводы ещё рановато. Также в Blizzard сообщили, что в этом году Близкона из-за пандемии снова не будет. Компания не хочет подвергать людей такому риску. И посему они отменяют мероприятие. Однако, тем не менее, Близк Онлайн всё так же должен состояться. Ну и напоследок мы порадуем вас приятной халявой в Epic Games Store, ведь прямо сейчас там раздают нашумевшую в своё время Among Us. А помимо этого, в ближайшем времени также должны начать раздавать игру Rise of the Tomb Raider. Пост с анонсом данной раздачи был по ошибке опубликован раньше времени французским аккаунтом компании. Так что поклонники Лары Крофт могут приготовиться к халяве. А на этом у нас всё, дорогие друзья. Делитесь своим мнением об услышанном в комментариях под видео, ставьте лайки, если вам понравился наш новостной дайджест и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе последних новостей. Ну а если вы ищете качественный рейтинг игровых серверов, гайды и новости обновлений по играм, милости прошу в описании под видео. Там вы найдёте ссылку на сайт WarGam. Играйте только на лучших серверах, играйте с лучшими. И до скорого!